МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партия Единая Россия, Российская объединенная демократическая партия Яблоко, Коммунистическая партия Российской Федерации, Партия Справедливая Россия, Партия Родина, Патриоты России и ЛДПР. В таком же порядке они будут располагаться и в бюллетенях для голосования. В специальной библиотеке для слепых имени Луи Браля состоялась очередная встреча клуба избирателей. Специалисты регионального избиркома рассказали о нынешней избирательной кампании, ответили на вопросы членов клуба и передали читателям информационные материалы. Фонд библиотеки пополнился новым изданием, аудиокнигой «Избирательное право». В ней профессиональные дикторы одного из телерадиоканалов рассказывают на коме и на русском языке об основах избирательного права, о стадиях избирательного процесса, о системе избирательных комиссий, а также о процедуре голосования. В практической части встречи посетители библиотеки сыграли в брейн-ринг. Такие заседания клуба избирателей проводятся 3-4 раза в год. Участники – члены общества слепых и молодые люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все они – жители республики с активной гражданской позицией. Я хочу, чтобы за мое будущее отвечали те люди, которых выбрал именно я, а не какие-то люди со стороны. Еще с детских лет мне родители внушали, что гражданская позиция должна быть обозначена, иначе кто-то за нас что-то сделает, проголосует, выберет не так, жалеть потом нам придется. В этом году в Сыктывкаре будет реализован социальный проект для граждан с инвалидностью. В участковой избирательной комиссии номер 16 оборудуют специальное модельное помещение для голосования, максимально адаптированное для такой категории избирателей. На данном модельном участке будут представлены возможные технические средства реабилитации, в том числе система диалог, индукционная петля для того, чтобы нейтрализовать посторонний звук. Кроме того, будут использованы такие средства, как мобильный гусеничный подъемник, будут, конечно же, и традиционные лупы. Данный избирательный участок будет оформлен специальными средствами, специальными информационно-разъяснительными материалами, выполненными крупным шрифтом. Кстати, на избирательных участках Сыктывкара будут дежурить волонтеры, готовые помочь всем избирателям. 13 сентября 2015 года. Единый день голосования в Республике Коми. Если вы по уважительной причине отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины, будете отсутствовать в день голосования по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на своем избирательном участке, ваша участковая комиссия предоставит вам право проголосовать досрочно, в период со 2 по 12 сентября включительно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении участковой комиссии. Для этого вы подаете в свою участковую комиссию заявление, в котором содержится следующая информация о вас. Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, причина досрочного голосования. Примерная форма такого заявления имеется в участковой комиссии. Наш выбор. Наша Республика. Накануне выборов к жителям Республики с напутственным словом обратилась председатель регионального избиркома Елена Шабаршина. Она призвала всех избирателей прийти в единый день голосования на избирательные участки и сделать свой выбор. Уважаемые жители Республики Коми, 13 сентября – единый день голосования по всей России. Этот день будет ознаменован важнейшими выборами в Республике Коми. Выборами депутатов Государственного совета Республики Коми, депутатов Советов муниципальных районов, городских округов. Конечно, главные участники избирательного процесса – вы, уважаемые избиратели. Вам предстоит принять решение о ближайшем будущем нашей родной республики, вашего города, района. Участниками избирательного процесса проделана огромная работа в этой избирательной кампании. Выдвинуты и зарегистрированы списки кандидатов, кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, а также в порядке самого движения, политические партии опубликовали свои предвыборные программы. Избирательные объединения и кандидаты изготавливали агитационные материалы, участвовали в предвыборных дебатах. Насколько весомы и интересны будут их предложения, решать вам, уважаемые избиратели. Выражаю признательность нашим членам участковой комиссии за выполнение такой важнейшей, сложной задачи. Я желаю удачи избирательным объединениям, кандидатам и желаю всем соблюдения законностей на избирательных участках, хорошего настроения нашим избирателям, благополучия, здоровья. Приглашаю вас на выборы и надеюсь, что 13 сентября мы с вами встретимся на наших важных выборах в Республике Коми. Всю информацию о ходе избирательной кампании по выборам депутатов в Государственный совет Коми можно найти на интернет-странице региональной избирательной комиссии. Адреса сайтов перед вами. Это были 5 минут о выборах. Субтитры создавал DimaTorzok